Только живое озарение рождает что-то новое. Даже в очень популярной музыке, как второй концерт Рахманина в стиле Бьюз Гершвина. Поэтому более ужасного вопроса в жизни я не слышал. Какую магию вы ждете, которая начнется через два часа? Врагу не пожелаешь отвечать на такой вопрос. Конечно, я с особым трепетом жду хоккейного финала. Я жду мести канадцам за 7-3 в Ванкувере, потому что это был очень сильный удар. Я был там на этом матче, в Ванкувере. Конечно, настроение было очень плохое после этого. И тогда мы общались со многими хоккеистами. Они дали слово, что в Сочи будет ответ на удар. Денис, вы последние 12 лет ведете очень активную концертную деятельность. И признавались неоднократно, что в год играете более 200 концертов, при этом приезжая в разные страны от Америки до Японии. И 13-й год был таким же насыщенным. А чем он запомнился для вас? Выделять что-то очень сложно. Потому что каждый концерт для меня, каждая встреча, каждый фестиваль, каждый конкурс, который появился в этом году, детские два конкурса в Киеве и в Астане. Киеве и в Астане? Это именно в 13-м году? Это ваше конкурс? Это абсолютно новое детище, в которое я вошел с таким энтузиазмом, потому что я боялся, побаивался конкурса. Вообще слово конкурс это опасно, тем более связанное с детьми. Потому что настолько хрупкий организм, настолько тончайшая душа еще детская. Но у меня получилось сделать такие условия, что никто не слетал. Никто не получал первую, вторую, третью премию. То есть все либо лауреат, либо дипломант. И каждый, кто проходил уже туда, становился практически членом нашей команды. И мы взяли, отобрали уникальную группу молодых совершенно детей. Которая совершенно новая команда. С другим менталитетом, с другим подходом, с другим мышлением, с другим стилем игры. Понимаете? Это команда, которая просто мощнее предыдущего поколения гораздо. Не только в силе звука выражаясь, хотя и это тоже. А именно какой-то внутренний масштаб и внутренняя энергетика. То, что меня настолько подкупило, что я в эту историю вошел с таким энтузиазмом. И не хочу на этом останавливаться. Киев и Астана, то есть бывшие республики СССР. Это ваша идея объединить каким-то образом народы, которые когда-то жили вместе? Или так случилось? И случилось, и, конечно, немножко как-то потерялись мы. Понимаете, потому что то, что происходит сейчас в Украине, это просто бред какой-то. Честно говоря, потому что я не разделяю публика наша, не наша. Я считаю, что если уж речь идет о союзных республиках, то вообще говорить тут не приходится. Естественно, это наша публика, воспитана на нашей уникальной советской школе исполнительства и культуре. И, конечно, вообще, когда касается конкурса, я считаю, что откуда бы ни приехал талант, вообще у него не может быть национальности. Если он из Мозамбика, он получит первую премию, понимаете? То лучше, тот лучше. Но можно сказать, что на этих конкурсах наша русская фортепианная школа и вообще и бывших советских республик показала себя с особым блеском. Вы сказали, что это молодые люди с особой энергетикой и с уже другим менталитетом, менталитетом 21 века. А что это значит для вас, и что это за команда, куда она дальше должна пойти? Ну, во-первых, наша задача, как фонда «Новые имена», из которого я, собственно, сам вышел, и все наши, мое поколение, это все выходцы из нашей семьи, фонда «Новые имена», и помочь этим фантастическим искоркам, как я их называю, не звездочкам, умпаси Господь, а искоркам, развиваться постепенно. Потому что включается очень много разных опасных таких рецепторов, связанные в первую очередь с родителями, которые подхватывают звездную болезнь гораздо раньше своих детей, и педагоги, конечно. Поэтому здесь нужно очень четко прослеживать их развитие, потому что это только начало. Ребенок, который талант, он не должен заниматься 10 часов только на инструменте, он должен быть абсолютно разносторонним, он должен читать книги, он должен смотреть спектакли, служить оперы, смотреть кино и заниматься спортом, в конце концов. Потому что у многих даже очень талантливых детей, которых заставляют заниматься даже больше, чем ему положено, просто отбивается тяга к инструменту. И мы знаем очень много случаев, когда вундеркинды, тоже очень опасное, на мой взгляд, слово, достигающие 15-летнего, 16-летнего возраста, просто теряют интерес и исчезают с горизонта. И вот наша задача им помочь, конечно, концертами, конечно, какими-то специальными грантами, стипендиями, инструментами новыми, поездками. Летняя школа в Суздале наша уникальная, беспрецедентная, которой уже больше 20 лет. И многое-многое другое. Самое главное – понимать, как они растут творчески. Понятно, что мы помогаем делать концерты тоже, но в первую очередь, если они не будут растенники, концерты не помогут. Потому что это не попса, понимаете, у тебя есть живой звук, как говорится, у тебя есть инструмент, без всякой фонограммы. Люди приходят, ты должен два часа захватить их внимание и доказать то, что они сюда пришли не случайно. КОНЕЦ Вы сказали о том, что родители прежде детей заболевают звездной болезнью. И начинают портить ребенку, собственно, жизнь. Абсолютно. А ваша жизнь и ваша семья этим, слава тебе, Господи, не страдала. И я помню, как вы родители своих сравнивались с холодным душем. Почему? Нет, вообще у меня уникальные ребята, потому что у нас команда настоящая и их героический поступок, когда они все бросили в своем городе Иркутске в 91-м году. Вы можете представить, какое это было время? Да, ужасно. Ехать в полную неизвестность, в развал Советского Союза, жить в однокомнатной квартире, съемной, бабушка продала квартиру. На меня работала индустрия под названием «семья». Потому что, конечно, если бы ни мама, ни папа, ни бабушки, ни дедушки, ничего бы не произошло. Это ясно, потому что они всегда со мной, слава Богу, до сих пор. Они со мной везде ездят, как правило, очень часто, от Америки до Японии. И папа до сих пор со мной занимается. И по прошествии времени я уже понимаю, что любые споры, которые были, они никогда не ошибались. Вот сейчас уже это можно. Дай Богу здоровья, на самом деле это же важно, когда есть камертон. Вот папа и мама – это самый камертон. Причем они единственные, пожалуй, конечно, педагоги тоже, но родители-то знают мои возможности и знают, как я могу. Поэтому иногда включается ледяной, я бы сказал, душ, который отрезляет тебя после, так сказать, даже очень успешных концертов. Но обычно это как бывает. Но идет разбор полетов. То есть сначала «Браво-браво», потом вы заходите домой. Они меня научили подпускать «Браво» как не то, что некое расслабление, а даже некий знак того, что… Внимание. Внимание – не расслабляться. Потому что здесь существует очень много разных соблазнов, которые ты можешь съехать в эту сторону. Поэтому очень точно и здравое свое отношение к любой похвале, лести или критике, неважно. Главное, чтобы ты все воспринимал с глубочайшей иронией и ты знал свои возможности. Потому что они внушили мне, во-первых, удивительный какой-то оптимизм внутренний, несмотря на любые невзгоды. Нельзя сказать, что «Золушка с Байкала», как прицепили многие журналисты мне, это клеймо. Ну, потому что не может быть так. Конечно, были разные эти, так сказать, не очень веселые времена, поэтому здесь в этом-то и есть даже некая интрига, как из этого выходить. Поэтому я человек спортивный, я занимался футболом, хоккеем, плаванием, теннисом и вообще человек-борец. Но это знаменитая история, как вы еще у себя умудрялись выреклить палец, раз ломать. Не вырекли, а ломать три раза руки. Три раза руки, да, это же ужас какой-то. Вот настолько вот удивительное чувство родительское именно к своему ребенку, зная, что сказать в тот момент, понимаете. Это никогда не было ни давления, никогда не было никаких, так сказать, напряжений в этом отношении. Они всегда делали все в качестве совета. Совета такого, ну, мог так подействовать очень сильно, отрезающе, просто точно знать. Ну, это такая химия между членами семьи, которая должна присутствовать. У нас настоящая команда. Каждая из них представляет уникальную, так сказать, просто личность. Потому что папа мой и композитор, и пианист, и мой педагог, в первую очередь, который полностью свою жизнь присутствовал. Мне, как и мама тоже. Поэтому они у меня настоящие ребята. Вы знаете, интеллигенции Омска и Иркутска очень многие нити связывают, в частности, театральную жизнь. И наш ведущий артист, народный артист Валерий Иванович Алексеев начинал на сцене Охлопковского театра. Да, где папа был у меня всю жизнь. Где папа был за вузом. И Валерий Иванович до сих пор вспоминает, как Денис Маленький приходил в театр, в шубке, в шапочке, завязанной вот так вот ушками. И стоял, ждал, тихо стоял, ждал папу. Я пробегаю мимо, значит, на сцену, говорю, Денис, наверное, тебе жарко, давай я тебе шапочку развяжу. Нет, мне и так хорошо, говорю, Денис. Наверное, был очень сосредоточенный мальчик и думал только о музыке. Нет, ну что, он меня очень застал, может быть, не в самом лучшем расположении духа, нет. Я абсолютно был театральный ребенок и вырос за кулисами. Я знал весь репертуар и мы очень часто встречались с артистами и даже устраивали там концерты. Я играл для них концерты, конечно, и в театральном училище. Я на всех постановках был, и на сцене движения, и на речи. И, значит, Виталий Константинович Венгер, вы знаете прекрасно, знаменитый наш Виль Венгер, который практически выучил поломское нарциссу. И Ягунов, и Панасев, и до всех, конечно, уже его нету. Нет, к сожалению, да. Но Венгер сейчас в 85 был юбилей, он, конечно, побаливает, но был и выходил на сцену. Это, конечно, легенда. Да, это легенда Сибири. Еще у нас сильнейший драмтеатр у нас в Иркутске, который до сих пор держится на очень мощном уровне. И это очень здорово, то, что есть такие традиции, есть, в общем-то, в эвакуацию был очень сильный состав. И вообще все премьеры Вампилова там же. Еще бы. А вы помните эти времена вообще? Нет, я Вампилов утонул за 4 года до моего рождения. Но я помню прекрасно те спектакли, которые шли дальше. И «Старший сын», и «Провинциальные анекдоты», и «Утиная охота», и «Чуренск». Это же все премьеры были там. Алексей в первой Сильве. Конечно. Это же все было при вас практически. Вы же помните. И папа писал ко всем спектаклям музыку. Он был очень хорошо знаком с Вампиловым. И это, конечно, легендарное время, потому что такой самородок, как Вампилов, действительно до сих пор остается настолько современен и актуален. Это же просто любая его пьеса. Это, конечно, мощнейший самородок, мощнейший талант. Гигантский. Титан, я бы сказал. Которых рождает Сибирь во многих-многих городах. И это так здорово. То, что вот я сейчас опять приехал в Омск, и мы сделали здесь отбор очередной новых имен. И каждый год появляются какие-то исходки. Сибирь – это настолько родной для меня регион. Я не делю Омск, Красноярск, Новосибирск, Иркутск. Это все родные люди. Сибиряки – это национальность, я говорю уже. Где бы я ни играл концерты, если где-нибудь в Нью-Йорке, в Лондоне, в Вене, ко мне подходят люди, говорят, что они из Сибири. А если говорят еще и из Иркутска, то это все автоматически родным человеком становится. Здорово. А вот почему, вы говорите, мне все равно, Карнеги Холл или Иркутская филармония? Ну, Иркутская филармония поважнее Карнеги Холл для меня будет. Вот что тогда важно, скажите? Вы знаете, я думаю, что, кстати, в этом году я сначала играю в Карнеги Холле, а потом уже играю в Иркутске, это уже программа. То есть я обыгрываю для Иркутска в Карнеги Холле. Отлично. Можно сказать и так. Вот, ну, и знаете, ну, во-первых, это своя публика, она знает меня очень давно, и поэтому и ценнее, и ответственнее, для моего взгляда. Ну, это не значит то, что я играю там, так сказать, не выкладываюсь или с какой-то другой, с другим трепетом выхожу на сцену. Нет, одинаково везде. Для меня нет никакой разницы, будь то Карнеги Холл, будь то маленький провинциальный город в маленьком зале. Для меня не имеет никакого значения абсолютно. Да, конечно, когда ты выходишь на знаменитую сцену, ты, так сказать, ощущаешь вот эту ауру, намоленность. Карнеги Холл все-таки открывал Чайковский. Петр Ильич дирижировал свою шестую симфонию. Конечно, там аура есть. Там Рахманинов играл 150 раз в этом зале, понимаете, и Горовец тоже. И намоленность она, конечно, ко многому обязывает, но это не значит то, что в маленьком провинциальном городе я буду играть с меньшей экспрессией. Вы сейчас говорите о том, что у вас есть большая связь с новыми именами и с ребятами, которые только начинают. Но, тем не менее, иногда признаетесь в достаточно вольных вещах, допустим, говорить о том, что я гаммы никогда не играл, плевал на это дело и уходил гулять. «Неправда, и без гамм можно научиться играть на рояле». Это что за безобразие, Денис Леонидович? Разве так можно? Ну, я говорю это по отношению к себе. Это же не месседж к новому поколению, к тому, что идите гуляйте и не играйте гаммы. Это я говорил для того, чтобы, опять же, то, что я говорил в начале нашей беседы... Не зацикливаться. Абсолютно. Нет, каждому свое. Каждому ребенку кому-то надо час, кому-то три. Здесь четко нужно понимать, кому-то надо играть гаммы, кому-то не надо играть гаммы. Кому-то нужно просто час сидеть тихо и медленно одну фразу. Понимаете, как Рихтер говорил, «Я вот учу страницу, пока ее не выучу, к следующей я не при...» Кто-то может ее выучить за пять минут, а кто-то за три часа. Это же... Нам нужно точно понимать, кому сколько нужно заниматься. Это искусство педагога. Здесь талант включается педагогический, в первую очередь, потому что один талант ребенка, он сам ничего не сделает. И вот сейчас я вспоминаю свои несчастные третий-четвертый класс, когда у меня ничего не получалось на пианино, я музыке отдала восемь лет. Как страшный сон, вспоминаете? Как страшный сон. И прежде всего два страха. Это мое неумение и желание бросить, а второе – это соседи. С соседями, по-моему, каждого музыканта и каждого пианиноста связаны свои истории. У вас есть? Огромное количество. Причем знаменитые музыканты по всему миру страдают от этого. Вообще соседи – это... Целую книгу можно написать. У меня в свое время... Ну, в Иркутске у меня никогда никаких проблем не было. Я ночью играл даже, никто мне не говорил. А в Москве, когда мы в этой однокомнатной квартире жили, на первом этаже, у меня вообще счастливое время было. В том смысле, что рядом у меня был лифт, а с другой стороны – пьяный сосед, который приходил, говорил, сыграй мне тему из фильма «На семи ветрах». Я ему играл, он был счастлив, выпивал, ложился спать. Я мог заниматься сколько хочу, потому что звук-то в основном идет вниз, а тут по бокам у меня была тишина во всех отношениях. Как хорошо-то, да? И это тот момент, когда я выучил весь свой репертуар, с которым я выходил на конкурс Чайковского. На пианино Тюмень, который мы привезли маме на пианино Тюмень, стояла там в этой однокомнатной квартире. И потом, когда японцы снимали фильм уже после победы на конкурсе Чайковского, они мало верили в то, что на этом корыте можно было хоть звук издать. Ну, в общем, было такое. Но когда потом мы переехали в другую квартиру, когда уже у меня была «Ямаха», когда я уже был рояль большой, я взял два аккорда, приходит соседка, спрашивает у мамы, что это было. «Вы знаете, вот у нас пианист, он сын у нас». Поэтому вот, говорит, да, слушай, нам все равно, что он пианист, только просто когда вот эти звуки начинают слышаться, наш попугай из жердочки начинает падать. Вот. Ну, мы потом с ним договорились. С попугаем договорились? Мы договорились, но теперь я в Москве 20 дней в году, поэтому они иногда собираются, даже концерты слушают из-за стенки. Говорят, что старый рояль – это большая редкость, в основном в рояле живут не очень долго. Однако вы играли на рояле 1860 года. Листа. Листа. Вы играли на рояле Рахманинова. Играл Григо. Играл Горовица. Да. Это уникальные инструменты? Или все-таки рояль может жить много веков? Это исключение, безусловно. Но это особенность этих роялей, которые были сделаны специально для Листа, Рахманинова, Горовица. Это не просто тираж. Это специальные спецзаказы, это спецподарки были от рояля Стэнвэй. А у Листа это был, по-моему, Бихштейн или я не помню, какая марка рояля. Но вот эти Стэнвэи американские, которые были у Горовица Рахманинова, они до сих пор просто в уникальном состоянии. Таких рояля сейчас не делают. Они до сих пор поют, они до сих пор звучат, они до сих пор живут. И мне посчастливилось записать неизвестное произведение на Вилли Сенар в Швейцарии. И играть на нем концерты живут. В этом году в мае в Люцерне. Вот тоже. Знаете, по ходу нашего разговора, я вспоминаю о событиях этого года. Я играл на этом рояле в живую концерт, третий концерт Рахманинова для публики в Люцерне. Это был, конечно, момент счастья, потому что он впервые был вывезен из Сенара. Это, конечно, огромный риск. Был Наталья Рахманинова, вдова Александра Борисовича, которая сделала такой бесценный для меня подарок. Он запел совершенно феерическим образом. То есть даже я записал свой блог. Я люблю делать свой видеоблог своего айфона. Я делаю такие мини-сериалы, мини-сюжеты из разных стран. Вы можете зайти на мой сайт и посмотреть всю эту подборку. Как правило, раз в месяц я выхожу на связь из разных стран мира. И делаю такие интересные сюжеты. Этот рояль, который 29-го года, он совершенно никуда не выезжал из виллы Сенар. Здесь практически ничего нету нового. Только некоторые молоточки, клавиши абсолютно те же, которые были тогда. Это слоновая кость. КОНЕЦ Вы выбрали второй концерт Рахманинову, чтобы сыграть для мячей. Это чем-то обусловлено выбор? Вы знаете, да. Ну, во-первых, 140 лет Рахманинову, мы отвечаем. Во-вторых, и Рахманинов, и Робсуди в стиле Брюс Гершвина. Это те произведения, которые я записал на новой пластинке с оркестром Нью-Йоркской филармонии в Нью-Йорке, в Америке. Мне очень интересно общаться, в принципе, с публикой после концерта. Когда я выхожу на сцену, я не вижу глаза публики. Я представляю публику как единое целое. А после концерта уже есть возможность непосредственно с каждым пообщаться. И мне безумно интересно слышать то или иное мнение от публики. Не только хвалебное, но и какие-то пожелания для Яна Брод. Жду этого. Гершвин – это тоже не случайный выбор. Я уверена в том, что это одна из звеньев той цепочки, которая вас, наверное, всегда связывала с джазом и с импровизацией. Это правда, что в Большом зале консерватории вы первый пианист, который сыграли джазовую импровизацию? Я не буду доверять, что первый, не первый. Но один из первых классических музыкантов. Потому что джазмены, наверное, играли там. Но не уверен. То, что это было через два месяца после моей победы на конкурсе Чайковского, это был шок для многих и для публики. И мне было шока для моего профессора Доренского, который попросил меня это сыграть, так как он… Сергей Леонидович вам сказал сыграть? Он очень любит джаз и говорил, что ничего страшного в этом нет. И я уверен, что если бы и Нейгауз, кто-нибудь у Нейгауза играл джаз, он бы также просил их сыграть на публичных концертах. И, в принципе, после этого пошла история, что мы начали играть джаз в концертах, на бис. И вообще у меня есть отдельная джазовая программа. Но это какой-то свой стиль, безусловно. Чувство импровизации, оно помогает. Оно помогает в классической музыке, оно помогает в жизни просто. Импровизация – это великая штука. Потому что, когда ты на сцене находишься с такими людьми, как Тимирканов или Гергиев, или Марис Янсенс, или Субин Метта, или Лорен Мазель, или Курт Мазур, или Тони Попано, и Ярви, и многие-многие другие, это великие импровизаторы. Понимаете? Потому что мы на репетиции, да, мы как просто чувство локтя это происходит. Потому что вся основная магия на сцене. И если еще дирижер понимает, предвкушает движение солиста за несколько годов до этого, то это получается по-настоящему. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что я играю чистой воды джаз, или стандарт, или какое-то то или иное направление джазовое. Но это вот моя, это мой собственный какой-то вот стиль а-ля джаз. Ну, какое-то собственное вот такое отношение к этому. Я это очень люблю. Очень, так сказать, с трепетом, но с осторожностью выношу всегда на сцену. У меня был даже период, когда я последний бис, я начал общаться с публикой, и просто мне давали темы, и я прямо на эти темы начинал импровизировать. Вот это тоже интересно. То есть, естественно, не подсадки, это все вот на ходу. В Омске сможете такое сделать, если такое пойдет? Посмотрим, конечно. Мы вообще приезжали сюда с джазовой командой, с джаз-бандой нашли. Да, 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 это было такое точно, да. Вот, и безумно, так сказать, рады, что здесь новый зал. Это так вдохновляет всегда, потому что действительно шум пошел на всю Россию, и не только. Именно из-за этого зала, когда мы впервые с Валерием Писаловичем вышли на эту сцену, мы поразились, что за 10 месяцев можно сделать такое чудо. Вот, и вы по-хорошему открыли моду на строительство новых залов, потому что и в Красноярске появился новый зал, и в Новосибирске появился новый зал, и в Иркутске я начинаю сейчас строительство большое. Иркутске Иркутске Сложность этого концерта в том, что его все знают, и игралось это сотни или тысячи раз, но каждый раз, когда ты выходишь играть на сцену, ты ощущаешь себя очень счастливым человеком, потому что эта музыка вечно, там столько еще неизведанного, хотя каждый знает каждую ноту. Мне посчастливилось сыграть этот концерт во многих частях света, но как-то у русской публики всегда этот экзамен держишь более ответственно, что ли. Не знаю почему, какое-то здесь особое единение. Вот, и с оркестром получилось, мне кажется, что был ансамбль, это самое важное, потому что второй концерт, он именно ансамблевый. Спасибо вам большое за интервью, спасибо за то, что вы остаетесь настоящим сибиряком, и среди нас. Спасибо вам, я всегда рад быть здесь, в моем родном Омске. Я не скрываю этого, то, что публика здесь родная, очень много друзей у меня здесь живет, и всегда эти приезды я очень жду, в общем-то, даже больше, чем какие-то большие столицы мировые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова